Добрый день, дорогие друзья! Отдел краеведческой литературы библиотеки имени Белинского рад приветствовать вас на выставке, посвященной окнам нашего города. В центре экспозиции меняющиеся вместе с городом площади, в названиях которых отразилась сама история. Площадь 1905 года, Парижской коммуны, Комсомольская площадь, Площадь труда. В наших витринах представлены сохранившиеся в фондах Государственного архива Свердловской области планы площадей в дореволюционном Екатеринбурге. Иногда, чтобы узнать изображенное на фотографии место, требуется прочитать подпись. Настолько кардинально менялся облик дореволюционных площадей, перешагнувших вместе с городом в 20-е столетия. Архивные фотографии разных лет дополняют архитектурные альбомы, справочники и путеводители, статьи журналов и научных сборников, позволяющие вписать архитектурную историю площадей в контекст истории дореволюционного Екатеринбурга, советского Свердловска и современного Екатеринбурга. Итак, начнем нашу экскурсию с главной площади города, площади 1905 года. В дореволюционное время она называлась кафедральной или церковной. Расположена она в историческом центре города между улицами Вайнера и 8 марта. В южной части площадь ограничена зданием администрации города Екатеринбурга, бывшим горисполкома. В северной части зданием Гутабанка, бывший Сибирский банк. Также жилым корпусом и домом актера, бывший дом Тупиковой. На площадь выходят боковые фасады Екатеринбургской гимназии номер 9 и Уральской государственной консерватории имени Мусоргского. В площадь вливаются улицы Володарского и Урицкого, а также часть бывшей торговой площади. Площадь на этом месте обозначилась в первые годы существования Екатеринбургского завода. В середине 18 века здесь была построена и освящена церковь во имя Явления Господня. В 1774 году рядом был построен каменный двухэтажный храм. Окончальная конфигурация площади сложилась к 1820 годам. В 1833 году в Екатеринбурге открылась кафедра векарного епископа, и Богоявленский собор стал кафедральным, а площадь из церковной стала именоваться кафедральной. В ноябре 1919 года кафедральная площадь была переименована в площадь 1905 года, в честь первого открытого выступления большевиков на этой площади в октябре 1905 года. Рассказать историю каждого здания на площади невозможно в рамках одной экскурсии. Мы остановимся на одном ярком явлении площади – это смена памятников. Одним из первых памятников, появившимся на главной площади, стал памятник Александру II, установленный в 1906 году и отлитый на Каслинском заводе. В 1917 году, после Февральской революции, памятник был заменен женской фигурой с факелом в руке. В 1919 году фигуру заменили на голову Карла Маркса, которую в 1920 году перенесли на площадь народной мести. Освободившееся место занял монумент освобожденному труду, который выполнил скульптор Эрзя из мрамора в виде абсолютно обнаженной мужской фигуры. В народе он получил название Ванька Голый. Вскоре и он был снесен. В 1930-е годы, после сноса Богоявленского собора, на площади была построена трибуна из каменных плит и блоков, а в 1957 году она была реконструирована и увенчана скульптурой Владимира Ленина. Площадь 1905 года расположена на правом берегу Есети, а на левом берегу Есети раскинулась еще одна площадь – Площадь Труда. В дореволюционное время она носила название Екатерининская. Расположена она в пределах городского пространства, ограниченного зданием дома Севастьянова, музеем камнерезного и ювелирного искусства, южного выхода сквера Попова, бывшего сквера Нурова, и административным зданием – зданием облсовета, а также ограничена улицами Пушкина и Горького. Екатерининская площадь в пределах левобережной части появилась вместе с закладкой собора во имя святой великомученицы Екатерины в 1723 году. Этот собор являлся главным сооружением на площади. Рядом с ним в XIX веке был поставлен памятник палаточной церкви Екатеринбургского мушкетерского полка. В том же XIX веке площадь украсили два здания – дом чиновника Севастьянова, в нем же расположен был Екатеринбургский окружной суд, а позже – первый дом союзов, и горная аптека. Сейчас это музей камнерезного и ювелирного искусства. На углу площади и механической улицы находилось двухэтажное каменное здание уездного казначейства и уездного полицейского управления. Рядом с ним в 80-е годы XIX века была построена водонапорная башня для нужд механических железнодорожных мастерских, разместившихся на территории Екатеринбургского завода. Екатеринбургский собор был снесен в 1930 году. Рядом началось строительство огромного комплекса для администрации области – облсовета. На площадь выходила его конторская часть, а на улицу Горького – жилой дом, соединенный с конторским наземным крытым переходом. Интересная деталь – один из каменных особняков, стоявших на площади, не снесли, а встроили прямо в угол конструктивистского облсовета. Сегодня в этом здании располагаются Министерства Свердловской области. На площади был разбит сквер с фонтаном, назывался он «Самоцветная горка», который позднее заменили на другой фонтан из металла – каменный цветок. В 1998 году на площади появилась часовня во имя святой великомученицы Екатерины, а в западной части площади к 275-летию города был открыт памятник отцам-основателям Татищеву и Дегенину. Следующая площадь – это скорее не окно города, а его ворота – привокзальная площадь города Екатеринбурга. Современная привокзальная площадь стала строиться и формироваться в 1910 году с постройкой нового железнодорожного вокзала по проекту Константина Бабыкина в стиле модерн. Старый железнодорожный вокзал расположился неподалеку, но уже к началу 20 века не справлялся с возросшим пассажиропотоком. Украшением новой привокзальной площади было пятиэтажное кирпичное здание мельницы Борчанинова и Грачева. В 1915 году владельцем мельницы стал купец Первушин. Рядом с мельницей находилась контора пермских пароходовладельцев братьев Каменских, а сейчас этот участок занимает гостиница Свердловск, построенная в 60-е и 70-е годы 20 века. Здание железнодорожного вокзала дважды капитально реконструировалось. В 1939 году был надстроен второй этаж, колоннада по фасаду и подземный переход. В 1956 году появились боковые пристрои с арками. В 1997 году было принято решение о реконструкции вокзала с полной перепланировкой внутреннего пространства и в конце 2001 года здание было сдано в эксплуатацию. В 1962 году в центре площади появился монумент воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, скульпторы Друзин и Сажин. В 1967 году площадь получила название площади Уральского добровольческого танкового корпуса. До 1970-х годов здесь находилось трамвайное кольцо, а в настоящее время на площади располагаются автобусные и троллейбусные остановки. Рассказ об истории площадей и истории самого города был бы неполным без специализированной литературы, которые вы видите в витринах здесь и рядом. Эта литература многогранна, начиная с специализированной литературы. Это свод объектов культурного наследия в двух томах. Это и книга, посвященная архитекторам Екатеринбурга и Свердловска. Это фотографии, как дореволюционные виды, которые заснял Митинков, которые вы видите в специальных обрамлениях, так и советские, например, миниатюрные издания фотооткрыток, выпущенные к юбилею города. Также это фотоальбомы, которые расположены в витрине один под другим. Это фотоальбомы в трех томах, посвященные трем отрезкам времени, где представлена жизнь жителей нашего города. Также это альбомы, где в рисунках свердловских художников показаны знаковые места и здания. И, конечно, как гулять по городу без путеводителя. Серия путеводителей от раннесоветских до современных с удивительными и порой неожиданными сведениями о знаковых местах, о знакомых зданиях и парках представлены на нашей выставке. Продолжает нашу экскурсию следующая площадь Комсомольская, она же Вознесенская, она же Народное Мести. Расположена эта площадь в центральной части города и занимает вершину Вознесенской горки между улицами Карла Липнихта и Клары Цеткин, а также линиями главных фасадов. С севера это комплекс усадьбы Расторгуевых-Харитоновых, с востока церкви во имя Вознесения Господня. Как градостроительная структура, площадь стала формироваться в 30-е годы 18 века на месте снесенных построек командирского дома. В западной ее части еще в 60-е годы 18 века была выстроена деревянная церковь Вознесения Господня, просуществовавшая до начала 19 века. Вдоль северной границы площади с конца 18 века велось строительство ансамбля усадьбы Расторгуевых-Харитоновых, которое было полностью закончено к 1824 году. В восточной части площади был заложен каменный храм Вознесения Господня, строительство которого закончилось на рубеже 20 века. Юго-западный угол площади был занят усадьбой управляющего Кыштымскими заводами Зотова, а в 19 веке появились дома владельцев сесерских заводов Турчениновых, горного инженера Редикорцева и других именитых людей. Южная граница площади проходила по ограде усадьбы Злоказова, которая была выкуплена у хозяина в 1897 году для размещения Екатеринбургской художественно-промышленной школы, которая открылась в 1902 году. Дом Редикорцева сначала перешел в золотопромышленнику Шаровьеву, а в 1908 году военному инженеру-строителю Ипатию. Весной 1918 года в этом доме была убита семья последнего российского императора Николая II, а площадь получила новое имя – Народной мести. В 1920 году на площадь был перенесен памятник Карлу Марксу. В 1932 на его месте появилась композиция «15 лет вооруженному комсомолу», но долго она не простояла. В 1936 году площадь благоустроили, был разбит сквер, появился фонтан с оригинальной композицией из фигуры мальчика с пойманной рыбой и бронзовых лягушек. Тогда же состоялась реконструкция ансабля Харитоновых-Расторгуевых и его парка, после которой территорию и постройки занял дворец пионеров. В 1959 году в центре площади установили монумент уральскому комсомолу, скульптор Сажин, а архитектор Белянкин. И площадь получила новое имя – Комсомольская. Храм Вознесения Господня чудом уцелел от всеобщей волны разрушения культовых зданий. Сначала здесь размещалась школа, потом экспозиция Краеведческого музея. В 1991 году храм вернули верующим. В доме Ипатьева после расстрела царской семьи располагались различные организации, и в 1977 году он был снесен. Вместе с этим домом была снесена и вся старая застройка. В юго-западном углу сооружено здание Урал-Трансгаза, в юго-восточном – один из корпусов Уральской сельскохозяйственной академии. В 2003 году на месте дома Ипатьева был построен храм на крови. Рядом с Комсомольской площадью расположена площадь Парижской коммуны, бывшая Владимирская или Дровяная. Занимает она пространство между улицами проспект Ленина, Мамина Сибиряка, Красноармейская. С юга площадь ограничена зданием гостиницы «Большой Урал», которая построена на участке некогда существовавшей улицы Дровяной. Формирование площади относится к первой четверти XIX века, когда шло интенсивное заселение, намеченное генеральными планами новых кварталов в восточной части города. Достопримечательностями площади в конце XIX века были здание Лютеранской церкви, сейчас она снесена, и строение деревянного летнего цирка, которое сгорело в 1912 году. В начале XX века в центре Дровяной площади было выбрано место для строительства нового городского театра. В октябре 1912 года театр открыл свой первый сезон оперы Глинки «Жизнь за царя». В 1919 году площадь получила новое название – Площадь Парижской коммуны, а в 1927 году на бульварной части площади появился памятник Свердлову, скульптора Харламова. Большие перемены в облик площади внесли 20-30-е годы. Цитата из плана «Большой Свердловск» 1930 года. Для массовых демонстраций и празднеств в районе, имеется в виду Центральный район, отводится площадь Парижской коммуны размером в 3,5 гектар, которая будет парадной площадью всего Центрального города. Здесь планируется создать самый большой синтетический театр. Был проведен конкурс на проект здания в 1931 году. Созданы макеты и началась расчистка территорий для строительства, но помешали финансовые трудности. На месте запланированного театра в 1957 году было построено здание для администрации Треста Свердловск-Уголь, архитектор ТАФ. А в 1964 году здание было передано Государственному университету. Сейчас это один из корпусов УРФУ. С восточной стороны площади в 1931 году начато строительство дома промышленности по проекту архитектора Фридмана. Проект не был реализован полностью и обрел свой современный вид только в 50-е годы 20 века. Вдоль южной границы площади в 1932 году возведено здание гостиницы «Большой Урал» архитекторы Смирнов и Захаров. На площадь выходят фасады Института метрологии, Жилого дома, Дома архитекторов и Екатеринбургского театра «Кукол». Следующая площадь тоже в центре города – это Хлебная площадь или Хлебный рынок. Располагалась площадь на территории, где в настоящее время ограничена улицами Радищева, 8 Марта и Куйбышева. Восточная граница шла по реке Исети, где была сплавная пристань и сплавной мост через реку на левый берег. Официально площадь «Кукрыночная» была обозначена на генеральном плане 1829 года. Главным видом торговли на площади была торговля хлебом и всем, что с ним связано. По воскресеньям на Хлебной площади работали птичьи и голубинные рынки. На Хлебном рынке находился своеобразный культурный центр, передвижные театры, балаганы, музей диковин. В 1890 году на площади появилась Александра Невская часовня в память освобождения крестьян от крепостного права. В 1930-е годы рынок прекратил свое существование, а в послевоенное время началось устройство на этом месте дендрологического парка с фонтаном-чашей у входа, который существует и по сей день. В истории города есть площади, которые исчезли с карт в современности, но в дореволюционное время были значительной частью городского пространства. Одна из них – это Мельковская площадь, или Лузинская, как ее еще называли. Существовало она как городское пространство, ограниченное современными улицами Быковых, Свердлова, Мельковской и Испанских рабочих. Площадь в центре Мельковской слободы впервые появилась на генеральном плане 1829 года и окончательно оформилась к середине XIX века. В память счастливого спасения императора Александра III с семьей 17 октября 1888 года во время крушения поезда на станции Барки на Мельковской площади была построена Александра Невская церковь на средство екатеринбургского купца Лузина. Отсюда и название – площади Лузинская. Краснокирпичный одноэтажный храм осветили в конце XIX века, а при нем открыли церковно-приходскую школу и дом трудолюбия. По базарным дням в среду и субботу на Мельковской площади торговали приезжие крестьяне с ясными припасами. Площадь была центром и средоточием жизни рабочей окраины, где жили мастера и служащие завода Ятиса и железной дороги. На площади находился водоразборный колодец Полуяновский ключ. В 1929 году церковь была закрыта, а в 1933 году снесена. Из ее кирпича построили здесь здание средней школы номер 16, которое затем реконструировали под институт Урал-Гипротранс. С начала 1950-х годов площадь стала застраиваться жилыми и административными зданиями, а вскоре совсем исчезла. Еще из одной такой исчезнувшей площадью была Щепная площадь. Она находилась в прямоугольнике современных улиц Куйбышева, Хохряково, Народной воли и Университетского переулка. Южная и частично западная часть площади примыкала к ограде Новотихинского монастыря. Окончательно площадь сформировалась к середине XIX века. По сведениям Карипанова, новое название площади и вид торговли, Щепной товар, определились в 1829 году. В начале XX века здесь торговали обоями, мебелью, зеркалами, зимой торговали рыбой и проводили ярмарки. Крупной была Тихвинская ярмарка, которая проводилась в день иконы Тихвинской Богоматери с 20 по 26 июня. Главной достопримечательностью площади был Новотихинский женский монастырь. На площадь выходил Нуровский детский приют со Свято-Николаевской церковью. В северо-западном углу площади напротив приюта в начале XX века было построено здание второй женской гимназии, которое в 1916 году было передано вновь открытому горному институту имени императора Николая II. Ныне это Уральский горный университет. В настоящее время пространство площади занимает спорткомплекс «Юность». Продолжая череду исчезнувших площадей, Каковинская площадь или новый толкучий рынок, который ярко был описан в воспоминаниях Павла Бажова. Располагалась она в границах квартала, образованного улицами Радищева, Шейкмана, Малышева и Сакко-Иванцетти. Небольшая площадь появилась на генеральном плане в том же 1829 году. В 80-е годы XIX века за площадью закрепилось официальное название – Каковинская. Здесь находился новый толкучий рынок. На этом рынке собирались многочисленные старьевщики, торговцы поношенной одеждой и обую. На площади также торговали в своих деревянных лавках и состоятельные купцы, например, братья Агафуровы. В центре площади стояла водонапорная башня для пожарных нужд. Время от времени на Каковинской площади устраивались представления передвижного цирка Шапито. В начале 1930-х годов Каковинская площадь была целиком застроена деревянными рыночными павильонами центрального рынка. Эти постройки дожили почти до 1970-х годов и исчезли с реконструкцией рынка и строительством капитального главного торгового здания. Еще одной яркой площадью, исчезнувшей с карт города, стала Цыганская площадь, или бывшая гор Совета. Располагалась она в квартале малоэтажной застройки в пределах современных улиц Фрунзе, Степана Разина, Шмидта и Чайковского. Эта площадь появилась в рамках территории, запроектированной еще в начале XIX века под Приходскую площадь на южной окраине города. Но церковь так и не построили, а площадь осталась. В начале XX века за площадью закрепилось новое название – Цыганская. В нее в то время непосредственно выходил Челябинский тракт, где часто останавливались цыганские таборы. В первые десятилетия советской власти площадь и прилегающие участки назывались Цыганской слободой, так как здесь жило много оседлых цыган. В 50-е годы эту слободу расселили. В конце XX века с проведением трамвайной линии на площади, получившей название «Площадь гор Совета», сделали конечную остановку трамвая, а затем на территории развернулось строительство целого трамвайного депо. Цыганская площадь с расширением трамвайного парка и прилегающего к нему инструментального завода перестала существовать. На самой большой исчезнувшей площади города Екатеринбурга стала Синая площадь. Она занимала значительное городское пространство между улицами Куйбышева, Декабристов, Луначарского и Белинского. Синая площадь самая большая из всех площадей старого Екатеринбурга. Пространство площади уже видно на плане 1804 года, но застройка ее контуров отмечается на плане к 1829 году. В северо-западной части территории к 1824 году появилось здание Старообрядческой Свято-Троицкой церкви, на роде названной Рязановской. В 1845 году на площади уже действовал Синой рынок, и за ней закрепилось название Синая. К середине XIX века на Синой площади уже стоял каменный корпус-казарм для линейного батальона. В начале XX века, когда в казармах разместился Аравайский полк, они стали называться Аравайскими. В западной части территории площади, там где сейчас парк имени Павлика Морозова, имелся плац для военных учений. В начале XX века в северо-восточном углу площади появилось красное кирпичное здание начальной школы. В советское время здесь проходили праздничные парады и демонстрации. В 1930 году площадь стала застраиваться. На территории ее южной части появился городок, жилой многоэтажной застройки, дома Горсовета. В настоящее время на бывшей площади расположены главные здания и службы Свердловской государственной телерадиокомпании, один из корпусов Урфу, памятный сквер с деревьями и парк Павлика Морозова. Более подробную историю этой площади вы можете узнать из книги Шушариной Елены «Синная площадь», вышедшей в этом году. Площади – это огромные окна города, в которые мы смотримся каждый день, но редко задумываемся, что это нечто большее, чем просто открытое пространство, обрамленное зданиями и зелеными насаждениями. Именно площади становятся свидетелями самых значимых городских событий. Меняется время, меняется не только название площадей, но и их внешний облик и предназначение городских окон.